ПЕСНЯ В Ленином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна. Без такого единства о ней не может быть и речи. Эти пророческие слова, сказанные великим Лениным на заре революции, определили судьбу Украины. ПЕСНЯ Когда мы говорим «Украина», перед нами возникает славный Днепр, на берегах которого зарождалась бессмертная история трех славянских народов. В глубине веков остались и крещение Руси, и Запорожская сечь, и Днепровские пороги. Мы бережно храним память о великих событиях, и далеких, и совсем близких. Триста лет назад украинский народ воссоединился с братским русским народом. Эти кадры возвращают нас к великому радостному событию 1954 года, когда вся Украина, все народы Советского Союза торжественно праздновали трехсотлетие воссоединения Украины с Россией. Повеянный добрыми делами, успехами, победами, пришел украинский народ к своему славному юбилею в сорокалетию советской власти на Украине. И памятник Хмельницкому, и эта маленькая пушка, и прострельные стены арсенала, живые свидетели нашего кровного братства и единства. На этом стояла Украина и в далеком прошлом, и в дни Великого Октября на этом будет стоять она вечно. Не только памятью о прошлом, но и величием сегодняшнего дня живет наша столица, наша страна. Думая о народе, заботясь о его будущем, собрались избранники народа на четвертую сессию Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики. Председатель Совета Министров Украины, товарищ Кальченко, докладывает о перестройке и управлении промышленностью и строительством. Депутаты единодушно принимают начертанные партией новый закон, который приведет нашу республику к еще большему расцвету. Киев – город передовой советской культуры. Здесь работает Академия наук, Академия архитектуры и строительства, Академия сельскохозяйственных наук, Институт биохимии – один из 36 научно-исследовательских институтов Академии наук Украины. Ее президент – академик Паладин. В Киеве 18 высших учебных заведений. Мы с вами в Киевском университете имени Шевченко. Это старейшее в стране учебное заведение гостеприимно приняло в свою студенческую семью молодых граждан стран народной демократии. Осенью каждого года раскрываются двери 34 тысяч в школу. За парты садятся около 6 миллионов наших детей. Киев стал городом международных встреч. Почти ежедневно столица Украины принимает представителей разных стран мира. Важным событием был четвертый конгресс Всемирной Федерации Демократической Молодежи. На древней земле Киева собрались посланцы молодежи всех континентов земного шара. Это был конгресс дружбы и мира. В свободные часы делегаты конгресса знакомились с городом, любовались красотой Седого Днепра, с которым связано столько славных страниц истории Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Украина Украина немалое государство. На ее территории уместились бы 2,5 Англии или 2 Италии. У нас 42 миллиона жителей, сотни городов, больших и малых, древних и рожденных сегодняшним днем. Начнем свой рассказ с Харькова, города, в котором 40 лет тому назад состоялся первый съезд Советов Украины. За плечами Харькова три столетия. Но харьковчане считают свой город совсем юным. Все, чем Харьков живет и славится, создано за годы советской власти. В этом городе около миллиона жителей. Они создают машины, выращивают новые сорта пшеницы для целины, как это делает выдающийся селекционер, академик Юрьев. Здесь, овеянное дыханием истории, оживает полотно живописица. Мы в студии харьковского художника Савенкова, запечатлевшего выступление верного сына партии, товарища Артема, на первом съезде Советов Украины. Эти гости художника – старые большевики, свидетели и участники героических событий. «Ось, смотрю на эту картину и вспоминаю мне те времена, когда на запрещение Володимира Ильича мы начали в нашей стране нечуванное великое дело. И знаете, мне даже тяжело уявить, что это уже стало историей. И революция, и разрушение, и строительство первых пятерых лет. Перед нами выцветшие от времени документы кинохроники. Они напоминают об исторических днях пуска Харьковского тракторного завода. Не знала в тупору комсомолка Мария Бугаева, садясь за руль первого трактора, как вырастет за такой короткий срок завод, созданный и ее руками. Ленин мечтал о ста тысячах тракторов для всей нашей страны. Теперь только на полях одной Украины работает более 237 тысяч тракторов. Один только Харьковской тракторной дал уже нашему сельскому хозяйству свыше полумиллиона машин. Чего только не создают умелые ухи-харьковчаны. Тепловозы и радиоприемники, шахтное оборудование и швейные машины, мощные двигатели и генераторы. Харьковский турбогенераторный завод. На крупнейших электростанциях нашей страны работают его мощные турбины в 100-150 тысяч киловатт. Среди их создателей член-корреспондент Академии наук Украины Леонид Александрович Шубенко-Шубин и токарь Василий Дмитриевич Дрокин, депутат Верховного Совета УССР, карусельщик Константин Сергеевич Кисляков и Андрей Минович Федченко, опытный испытатель роторов. Продолжим наше знакомство с Верховчаной. Это Мария Филатовна, Вера Филатовна и Любовь Филатовна, Феодосия Филатовна, Мелания Филатовна, пять сестер Немашкала и все строители. Вот возведенные ими дома. В них живое тепло разума, рук и добрых очей сестер Немашкала. Волей и заботами партии у нас сейчас строится для народа больше домов, чем в какой бы то ни было стране. Это государство строит для народа. А это строит сам народ и ему помогает государство. Хотя и непривычен труд строителя для технолога Ворыпаева, но скоро и у него, и у соседа Василенко будет своя хата Билла. Пройдет десяток лет и харьковчане получат около пяти миллионов квадратных метров новой жилой площади. Это еще один Харьков. Будущее города создается и здесь, в этом доме, где работает Харьковский совнархоз. Он объединяет более 700 заводов и фабрик Харьковской, Полтавской и Сумской областей. Одна из важнейших задач совнархозов внедрение новой прогрессивной техники. Сошлемся на один только пример. Конструкторское бюро Харьковского завода «Серп и молот». Здесь родился проект унифицированного двигателя для тракторов и комбайнов. Вот он на испытательном стенде. И хотя весит он вдвое меньше обычного, его экономичность, его производительность огромна. Первогласные двигатели, мощные турбины, автоматические линии, все новое в современной технике. Трудно было бы создать без электронных и электросчетных машин, пришедших на помощь инженерам и ученым. Эта уникальная машина создана в Киевском государственном университете. Над новыми электронными машинами работает Институт математики Академии наук Украины, которым руководит академик Гнеденко. Неоценим вклад советских ученых в развитие мировой науки. Немало сделали для нее и украинские ученые. Новая проблема использования атома для мирных целей разрабатывает Институт физики Украинской Академии наук, возглавляемый профессором Пасечником. Федор Петриченко не ученый и не инженер. Он рабочий разметчик, инициатор скоростных методов разметки металлоконструкции. Его универсальный разметочный стол в 10 раз повысил производительность труда. Мне бы заинтересно, что эта мысль родилась у Петриченко не в тиши кабинета, а в грохоте войны, в кабине бомбардировщика, на котором он летал радистом. В его полевой сумке уже тогда лежали измятые листки чертежей нового разметочного стола. Сохранились и сумка эта, и чертежи. Сберегла их Агафья Ивановна. В войну оружейник самолета она хорошо помнит, как Федор в перерывах между двумя вылетами забирался под крыло самолета и все чертил и чертил. Ныне, по методу Петриченко, работают разметчики Украины, Урала, Комсомольска-на-Амуре. Петриченко размечал конструкции первой в мире цельносварной домы, Дворца культуры в Варшаве, Аньшанского металлургического комбината в Китае. В канун всенародного праздника Днепропетровский разметчик побывал в Ленинграде. Здесь живет его друг и первый учитель Григорий Дубинин, разметчик Красного Выборжца. Каждая встреча все больше сближает учителя и ученика. В свое время Дубинин помог Днепропетровскому рабочему найти путь скоростной разметки. Сегодня он познакомил своего украинского друга с великим городом революции. Легендарная Аврора. У пушек Авроры началась боевая биография другого Днепропетровского рабочего Александра Семеновича Соловьева. В залах Днепропетровского исторического музея мы видим фотографию ветерана завода имени Петровского таким, каким он был в огненные дни октября. за 40 лет посидела голова машиниста крейсера Аврора. Но есть еще порох в пороховницах. И сейчас старый Авроровец шагает в первых шеренгах рабочего класса. Грандиозные предначертания Коммунистической партии об индустриализации нашей страны помогли Украине в короткий срок преодолеть свою вековую экономическую отсталость. Приведем некоторые цифры. Одного чугуна Украина выплавила 19 миллионов тонн. Треть всесоюзной добычи угля приходится на долю Украины. За годы советской власти продукция машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности возросла в 130 раз. Электростанция республики выработает в этом году 40 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Прежде мы знали только Бориславскую нефть. Теперь нефтяные вышки поднялись в Станиславской области на Полтавщине, на Харьковщине. Криворожский бассейн в его недрах крупнейшие в мире залежи железной руды. Донбасс. Еще недавно все это, созданное упорным трудом человека, его светлым разумом лежало в руинах. Об этом тяжело вспоминать, но мы все пережили. Люди, сильные духом, исполненные волей и решимости, опустились в затопленные шахты. Пришли в разрушенные цеха. Мы трудились, не покладая рук, не щадя своих сил. В этой суровой битве мы были не одни. Нам помогают друзья, трудящие со всех братских республик. Победили. Идет на смену дважды герой социалистического труда Иван Иванович Бритько. Когда мы говорим о Бритько, перед нами встает весь гордый Донбасс, с его славными людьми, овеянными романтикой борьбы в прошлом и славой современности. Мы опустились с вами в одну из шахт Донбасса. С такими людьми, с такой техникой один только сталинский экономический район дает угля в два с половиной раза больше, чем вся Бельгия и в восемь раз больше, чем Канада. Мы рассказали о людях, добывающих уголь. Расскажем теперь о тех, кто прокладывает к нему нелегкую дорогу. Иван Васильевич Пилипенко 40 лет назад быть бы ему саночником или канагоном. Теперь это знатный проходчик, герой социалистического труда. Его дом, его семья, его старый учитель Егор Игнатьевич Привалов, учивший его шахтерской мудрости и чести. Маленькая Лиля никогда не увидит живого самочника, разве что на картинке. А Егор Игнатьевич полвека своего именно так и ползил под землей. Этому нет возврата. Познакомимся теперь с высокой профессией донецких проходчиков. Сейчас они опустятся в ствол на глубину 974 метра. Хозяева донецких недр давно уже перекрыли мировой рекорд, установленный на южноафриканском руднике Монарх. Посмотрите, как они работают. За скоростные методы проходки в группе донецких рабочих инженеров присуждено звание лауреатов Ленинской деревьев. Среди них проходчик Пилипенко и инженер Горлов. Все под силу человеку, окрыленному высокой мечтой. Он проникает глубоко под землю, поднимается в поднебесье и со скромным мужеством строит и творит. Это на сталинском металлургическом заводе сооружается одна из самых мощных доменных печей в стране. Скоро в Донбасс придет вода, которой не было здесь веками. Она потечет руслом север Донецкого канала. Но жизнь опередила нас. Вот как выглядел горловский участок, когда снимался этот фильм. Теперь в Горловку уже пришла вода. Помощные экскаваторы двинулись дальше, вгрызается в Донецкий гряж, в самом сердце Донбасса. «Это линия романтика нашей жизни? Вот почему сюда устремляется молодежь. Свыше ста тысяч молодых строителей, пришедших сюда по зову партии, помогает Донбассу творить его будущее. И эти шахты, недавно возникшие в Донецких степях, дело рук комсомола Украины. 35 комсомольских шахт. Мы еще увидим их торжественный пуск и первую вагонетку угля, а пока познакомимся с теми, кто их строит. Иван Саверонюк из Черкашщины плотник, бригадир каменщиков Василий Юшчак из Торнопольщины, бетонщица Нина Ложевская. Когда спускается вечер, затихает полотняный городок. Да ну и понятно. Донецкая ночь. КОНЕЦ Донецкая ночь. Дымили здесь заводы и раньше, до революции, но принадлежали они французским и бельгийским акционерам, для которых Украина была источником сырья, дешевой рабочей силы, рынком сбыта. Акционерному обществу Дюмо принадлежал и этот когда-то совсем маленький Алчевский завод. Посмотрите, каким стал за годы советской власти старый Алчевский, ныне имени Ворошилова завод. Это новый Мартен. Таким цехом могли бы гордиться даже металлурги Кузнецка и магнитки. А печей такой мощности не знает Европа 500 тонн за одну плавку. Да и мастера у печей хоть куда. Семен Хох скоростник. Михаил Анчхамин четверть века упылающей печи. Его ученик Валентин Плугарь молодой но уже отменный столевар. Чуткий учитель молодежи сменный мастер Поляков. Анатолий Толстаребров это уже третье поколение мастеров связавших свою судьбу с судьбой родного завода. Кто смотрит на нас чужими глазами тот видит лишь аграрную Украину а мы выплавляем одного чугуна столько сколько выплавляет Франция Италия и Бельгия вместе взятые. На нашем заводе один из крупнейших блюмингов в Европе скажут вам рабочие и это еще не предел будут на заводе новые блюминги новые мартены и домны цвести здесь розан шуметь тополином аллеем об этом заботятся и эти старые люди много лет жизни отдал каждый из них своему заводу теперь они пенсионеры но как же бы из их доброго хозяйского глаза Ворошиловск даже трудно поверить что этот большой город в недавнем прошлом маленький поселок Алчевск А теперь в города которых не было на карте Украины всего несколько лет тому назад Нововолынск в местах навеявших лесе Украинки лесную песню на землях некогда глухой Волынщины возник новый угольный бассейн Новая Каховка Год назад когда строилась ГЕС молодые улицы и скверы были наполнены шумом строительства Теперь в городе стало тишину строители уехали в другие места на новые стройки а в парках только детские голоса нарушают тишину давайте поговорим с ними ну хотя бы вот с этой маленькой горжанкой сколько то бюроки О, почти столько же сколько этому городу выходит они ровесники а як тебе звати? Занна Занна Михайловна Семерченко Интересно не дочь ли это крановщика Семерченко а шчуро быть тви батько? Кранавкет Так и есть наша новая знакомая дочь известного человека Теперь мы сами сможем рассказать вам ее биографию и биографию ГЭС которую строил ее отец Когда родилась эта девочка сюда пришли первые строители это были экскаваторщики Волгодона и каменщики Урала так и лажники новостроек Москвы и лесорубы Закарпатья Когда девочке исполнился год здесь уже выселись первые сооружения Росла девочка вместе с ней поднимались грандиозные стены плотины В свою третью весну девочка увидела море его создали люди среди них был ее отец В пятую весну коллектив строителей рапортовал партии народу Каховская ВЕС дала стране первый ток на берегу Нового моря выросли новые села Это село народ назвал именем Ленина И здесь уже выросли дети для них новые школы сады для них все радости жизни Это наше сегодня о нем заглядывая в будущее мечтал Владимир Ильич Это создал наш народ наша партия Летом 1957 года Каховскую ГЕС посетили первый секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза товарищ Хрущев и товарищ Кириченко первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Они осмотрели станцию поговорили по душам с людьми Полюбовались плотиной Всего четверть века назад под Кичкосом Днепрогессовская плотина пересекла и затопила седые пороги В ту пору она была для нас символом мощи и мужества нашего молодого государства Мы воздвигли Днепрогесс Мы построили Каховский гидроузел Мы строим новые гидроэлектростанции Днепродзержинскую Кременчугскую А здесь у этих древних берегов будет сооружена Каневская ГЕС Здесь Где покоится Великий Кобзарь Тарас Григорьевич Шевченко Доля Тараса Горькая доля Старой Украины Украина Неблагодатными дождями Слезами Омытый Твой горький хлеб И твоя история Кривыми Атаганами Вынимали Твою душу Турецкие Янычары Тугими Арканами Тащили Дикие Орды В неволю Твоих Детей Каждая Страница Твоей Летописи Писана Кровью Твоего Мужества Твоего Горя В молодую Рожденную Октябрем Украину Волками Вбились Кайзеровские Генералы И Свои Жреднесеньки Буржуазно Натоналистические Запроданцы Но никто Не властен Убить Вольнолюбивый Народ Народ Щерса Парховенко Котовского Легендами И песнями Овеяна Первая Конная И снова Украина В огне Как черный Ворон Вбился В нашу Землю Гитлеровский Ордынец Снова Разбойник Ворвался В наш Дом Но Неполонян Партизан Стала Украина Крепетал И бежал Фашист От Полковков Пока Бежал И гинул Фашист В боях С легендарными Полками Советской Армии И вот Перед воинами Братами Ридный Днепро На берегах Его родилась Наша история Наша Вольница И воля Никогда Не обмелеть Днепру Ибо Любовью И кровью Лучших Сынов Народа Напоены Его волны Там где бесновались огонь и железо Красуется Напоенный Теплым соком Яблоневый цвет Там где свинец Сеял смерть Сеется И щедрым голосом Наливает Зерно Теперь для нас стали обычными и эти бескрайние просторы полей И обильные урожаи И эта техника Новая друженица полей Мы знаем сотни прославленных хозяев земли В этой доброй семье Заслуженный ветеран колхозного строительства Председатель артели имени Буденного Макар Анисинович Пасмитный И Марко Брага Знатный комбайнер Херсонщин Хлеб Щедрое золото нашей республики Около 440 миллионов пудов хлеба Сдала Украина в этом году государству И сдала досрочно Достойный подарок Дружников колхозных полей В честь 40-летия советской власти на Украине Благодатная пора осени Она полна плодами щедрой украинской земли Благодатная пора осени Благодатная пора осени Около 440 миллионов пудов лентинг Езжей David украинские вечера. В такие вечера и рождалась чарующая украинская песня мелодии Чайковского и Лысенко. Мы с вами в новом доме культуры села Глуховцы на Венични. В тех самых глуховцах, которые считались издавна одним из самых глухих уголков и были известны только шинком и всегда пьяным урядником. Через несколько минут начнется лекция, которую прочтет секретарь райкома партии. После лекции, как обычно, кино и концерт художественной самодеятельности. Говорят, цифры скучная вещь, но если мы напомним, что на Украине около 29 тысяч домов культуры и клубов, 106 тысяч кружков самодеятельности, свыше 13 тысяч киноустановок, 35 тысяч библиотек, то это уже не сухие цифры, а великие достижения, которые завоевал народ за 40 лет советской власти. Есть на Украине места, несравненные по своей живописности и своеобразной красоте. Это земли наших западных областей, Буковины, Закарпатия. До того, как мы познакомимся с этим краем, полюбуемся чарующей прелестью горного леса. Богатая земля, дарами своих недр, с щедрой нефтью, зелеными полонинами. На высокий полонинник Витры повивали Но земля эта веками была оторвана от матери Украины, была мачехой для своих детей, гнала их за куском хлеба в чужие края, за чужие океаны. Ленинская национальная политика осуществила извечную мечту украинского народа. Его земли воссоединились в едином украинском социалистическом государстве. Именно об этой земле писала когда-то Ольга Кобылянская, известная украинская писательница. Это трагическая история о том, в селе Дымко, за клочок земли, брат убил брата. А это один из потомков героев повести, Тодор Сандуляк. Вот хлеб, заработанный Сандуляком в колхозе имени Кобылянской. Целое богатство везет хлебороб в свою новую хату. Столько добра еще не видали в его семье. Не будь воссоединения, повторила бы скорбный путь своей матери-батрачки Мария Макитей. Ныне она гео-социалистического труда, депутат Верховного Совета УССР. Счастье пришло на Буковину. Сквозь века пронесла на мечту о воссоединении с Украиной. Сохранила свою национальную самобытность, песни, танцы. Трудолюбивые и мужественные люди живут на берегах стремительных закарпатских веков. Братья Шорбан – лучшие платагоны Писы. Помнят люди, как на таких вот платах они перевозили взрывчатку и оружие партизанским отрядам. Они первыми повели большие плоты. Спустимся вместе с ними в плодородные долины Закарпатья. Побываем в закарпатских селах. Великие лучки. Они в самом деле велики. Обратите внимание, здесь каждый второй дом новый. Только за последние годы их выстроено 850. Скоро построим еще больше, говорит Юрий Рубиш, председатель колхоза имени Ленина. Скоро будет справлять новоселье и вдова Ганна Финчак. Почетным гостем будет у нее Ганна Ладами, депутат Верховного Совета Украины. Это она помогла Ганне Финчак выстроить новый дом. Стоят еще кое-где, как недобрые свидетели прошлого, старые хижины. В новый дом вселяется Петро Гобовда, долгие годы скитавшийся по свету в поисках заработка. Так и не нашел на чужбине счастья, говорит Петро Дмитриевич. А хлеба такого мы не видали и в большие праздники. По старому обычаю, с хлебом, солью, а по новому еще и с новой мебелью. Вот так и живем в великих лучках. В тех самых лучках, где до недавнего времени жил хлебороб только с водой до бедой. А строимся мы сейчас, говорят жители села, как в самом Кужгороде. На восток от областного центра Закарпатья за горным перевалом раскинулся старинный украинский город Львов. Семь нелегких веков прожито им. Столетиями топтала его нога чужеземца. День черной сутаны витала над городом. В сентябрьские дни 1939 года началась новая летопись Львова. Об этом говорит сама жизнь. Львовская промышленная выставка. Правда, была здесь промышленность и до воссоединения. Четыре мыловарни, три шляпных и одна конфетная фабрика. Негустая. Ныне в 24 странах мира знает продукцию Львова. Десятки современных заводов и фабрики изменили облик города, его жизнь. Иной стала и судьба людей. Из знатного токаря Мальчевского, вернувшегося недавно на родину из Канады, и инженера-технолога Владимира Адаменко, сына бедняка. Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Из 138 вузов Украины во Львове 12. Здесь учатся 30 тысяч студентов. Городом высокой культуры стал древний Львов. Об этом мечтали, за это боролись, за это отдали жизни Франко и Стефаник, Гаврилюк и Тудор. Непримиримый Ярослав Галан. Еще раз в яростной злобе метнулась над Львовом черная тень Ватикана и оборвала жизнь писателя-борца, убитого здесь, за своим рабочим столом. Но никто не властен остановить жизнь народа. Эти волны, эта черноморская земля озарены южным солнцем, согреты бессмертными сердцами моряков. Одесса, город-герой. Здесь живут люди мужественные и, как они сами говорят о себе, очень общительные. Хорошо, что вы покажете наш город, говорят одесситы. Мы тоже немало трудимся для отчизны. Создаем на наших заводах сложные машины. В знаменитом институте имени академика Филатова возвращаем людям утраченное зрение. Воспитываем талантливых музыкантов и отважных моряков. Это одна из наших больших забот, ведь мы живем у самого моря. Смотрите, какой у нас порт. Над причалами Одессы реют флаги всех стран мира. Наша держава торгует с государствами всех материков, посылает им все, чем богато. Вот в Индию, например, оборудование целого металлургического завода. Каждый день мы провожаем в чужие моря своих близких. Это нелегко. Зато как мы радуемся, встречая их. Раз в год на пристань выходит вся Одесса. Это бывает весной, когда из далекой Антарктики возвращается китобойная флотилия Слава. Вот она входит в порт. Посмотрите, что делали, что творительные люди. КОНЕЦ А порт живет своей будничной жизнью. В очередной рейс вдоль Черноморского побережья уходит Россия. Что ж, оставим и мы Одессу, и, как говорят моряки, бросим в якорь узалитой солнцем Ялты. Крым. Самая молодая наша область. Она вошла в состав республики в радостные дни трехсотлетия воссоединения Украины с Россией. Если вы приезжали сюда, скажем, два года назад, то этот дворец здоровья будет для вас приятной новинкой. В многочисленных санаториях Крыма вы увидите не только трудящихся республики, но и рыбаков Амура, металлургов Урала, строителей из Сибири. Меречавой красотой, силой и солнцем заворожит вас море. О, неожиданная встреча! До чего же песен мир! Зануся! Старая наша знакомая Анна Михайловна Серченко из Новой Каховки. Вот где мы, наконец, встретились с ее родителями. Отец ее уже бригадир на строительстве Северодонецкого канала. Поднимемся теперь на Эпетри в час рассвета. Так встречают на Эпетри новый день. Встретим и мы его. Наш предпраздничный день. Он идет по всей стране. В этот день задута одна из крупнейших домен на Макеевском металлургическом заводе имени Кирова. Первый металл. И кипящий металл. И чудесные узоры вышивок. И искусные изделия народных мастеров. И первый фокс новой батареи Днепродзержинского фокстохимического завода. Все это дары нашей отчизне к ее славному юбилею. Новая шахта вступает в строй. Замковская вторая. В прошлом это было бы чрезвычайным событием. Теперь каждый наш день ознаменован подобными фактами. Кстати, мы обещали показать вам пуск комсомольской шахты. Вот одна из. Донецкая комсомольская. Говорят, особенный ее уголек. Ибо в нем частица горячих комсомольских сердец. Цветы и уголь. Труд и поэзия. Их творят и эти молодые шахтеры. И этот 70-летний садовод Фалдинский. Его цветы и деревья украшают улицы и площади Каховки. А этот парк зашумит возле будущей Днепродзержинской ГЕС.